Как появились новые владельцы, когда это самое молодёжное, перешло в частную собственность. А у них началась вот такая вот работа по освоению вот этого вот зелёного сквера. Сквер был отличный, ухоженный, люди могли отдыхать, даже скамеечки стояли. Здесь и ели, и сосны были, и липы росли, и берёзы вон прекрасные. Сначала, значит, они начали освоение того куска, вот на котором сейчас стоянка. Постепенно, весной, осенью вырубалась часть деревьев, чтобы не вызывать особого ажиотажа. Объяснялось это тем, что это сухостой. Шли хорошие деревья, всё. Освоение прошло, сравняли, сделали автостоянку на одном клочке. Вот за прошлый год у них точно такая же была ситуация. Вот уже по новому клочку, это в этом году они закатали, значит, ещё одну стоянку сделали. Да, но когда вышли жильцы и начали возмущаться, это уже последний вот это, вот последний участок остался, да, зелени. Они вот каточек спрятали. Вот мы позвонили в администрацию, задавали вопросы, потому что когда вот шла вырубка деревьев по проспекту Ленина, выступил Франц, и он прям так это сказал, что это всё без его ведома, без его согласия, в его отсутствии. Вот сегодня он в городе присутствует. В приёмную мы позвонили. На мой звонок, вот когда я разговаривала с секретарём, последовало, значит, рекомендации позвонить ещё по одному номеру. На том номере меня переадресовали ещё на один номер, значит, я попала в экологию. И вот эту ситуацию я объяснила. Ну вот он обещал, мы выйдем, мы посмотрим. Но ведь посмотрит, он посмотрит, они за ночь закатают опять. Они, или суббота-воскресенье, когда, в общем-то, никого нет, или это ночью. Освоение вот этого последнего вот участка. А потом, наверное, сюда перейдут. Вот там, если вдоль этой вот дорожки, вот посмотрите, там липы у них были насажены, да. И уже, это самое, только остались эти взрытые канавы. Никому ничего не надо. Никому не надо. Это вот последний, я говорю, в центре города, это последний был, в принципе, вот кулачок зелени, где можно было хотя бы с детьми выйти, подышать воздух. Но теперь уже всё. Мы даже этого лишены.